Бытовые отходы – серьёзная проблема современного общества. Ежедневно люди создают тысячи тонн мусора, который необходимо утилизировать и перерабатывать. Среди всех видов бытовых отходов пластик представляет собой наибольшую угрозу. На данный момент не все жители Заполярной столицы привыкли к раздельному сбору пластика и до сих пор задаются вопросом, куда его направляют далее. Дальше этот всё собирается, вывозится к нам в приёмный пункт нашего фонда. Там мы это всё прессуем, обрабатываем и вывозим за пределы нашего региона на переработку. Либо в город Киров, либо в город Санкт-Петербург. Раздельный сбор мусора сокращает рост свалок, решает проблемы промышленных отходов, улучшает экологическую ситуацию, сохраняет здоровье и многое другое. Ненецкий округ на начальном этапе развития по раздельному сбору мусора. Кроме макулатуры в Норинмаре также ведётся сбор крышек от пластиковых бутылок. Да, у нас есть программа федеральная «Добрые крышечки». Они сейчас у нас ведутся, вы, наверное, видели, где у нас установлено сердце, это около ДНС. Там как раз идёт набор. Мы уже 15 килограмм собрали. Вот сейчас у нас идёт, также у нас на приёмный пункт, кроме этого места, в приёмный пункт завозят эти крышки. То есть мы это собираем. Но берём определённое количество, мы уже будем отправлять в Коми-Республику. Там у нас есть соглашение с предпринимателем. И те денежные средства, которые будут от приёмки этих крышек, они уже пойдут в общефедеральную, так сказать, копилку на благо детей-инвалидов. Для раздельного сбора пластика установлены два контейнера в центре города. Один у школы номер 5 и один в посёлке Искателей. Как отмечают представители фонда экоразвития, сданные бутылки вместе с крышками тоже приветствуются. Ведь каждый сантиметр пластика, отданный на переработку, а не выкинутый в урну, делает нашу планету чище. Именно поэтому каждый человек вносит вклад, и размеры его достаточно большие, чтобы задуматься об изменениях. Наталья Доркина, Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Владислав Ткачёв, Телеканал Север.